Привет, и это видео о имплантации. Наверняка каждый из вас слышал что-либо про импланты, но тем не менее тема изобилует различными мнениями, слухами, иногда даже домыслами. В этом видео мы поговорим про имплантацию в целом, подробнее разберём, как импланты стыкуются с ортодонтическим лечением, что нужно делать вперёд, и также развеем несколько мифов, а в самом конце я дам 7 советов на тему имплантации. Итак, на сегодняшний день имплантация – это самый передовой, самый лучший метод в восполнении потерянных зубов. Суть его в том, что вольвеолярный гребень, то есть то место, где раньше находился зуб, ставится титановый шуруп, то есть имплант, затем срастается с костью, обычно это занимает 3-4 месяца, после этого на него ставится формирователь Дисней, который формирует мягкие ткани, и затем уже ставится переходник и временная либо постоянная коронка на эту конструкцию. В итоге у нас получается новый зуб, который, если всё сделано правильно, то полностью восполняет функции потерянного своего зуба. Но с имплантами есть несколько сложностей. И сложность номер один – это то, что не всегда под них достаточно места. К сожалению, объём костной ткани у нас не всегда той величины, которую бы мы хотели. Иногда это связано с анатомией, то есть изначально объём костей маленький, иногда уменьшается с возрастом или под воздействием каких-либо заболеваний, часто уменьшается объём костей, если давно был удалён зуб. Соответственно, если у нас объём костей недостаточен, то нам просто некуда ставить имплант. И перед самой манипуляцией нам понадобится этот объём костей увеличить, а иногда ещё и дождаться, пока она полностью приживётся. Что, в общем, увеличивает и стоимость всех процедур, и общее время, которое необходимо на то, чтобы у вас в рту появился новый зуб. Кроме того, если зуб был потерян давно, соседи начинают смещаться и наклоняться в сторону удалённого зуба, а зубы напротив, антагонисты, выдвигаться. Подробнее этот процесс описан вот в этом видео. Собственно говоря, если зуба нет уже много лет и зубы сдвинулись, имплант может оказаться ставить просто некуда, точно так же, как и коронку. И предварительно перед тем, как поставить имплант, нам понадобится ортодонтическая подготовка с помощью полноценной брейки-системы либо какой-то частичной небольшой конструкции. Поэтому мы всегда советуем после вынужденной потери зуба ставить имплант как можно раньше. Это убережёт вас не только от смещения зубов, но и от потери кости, о чём говорилось в первом пункте. И сложность номер три – это стоимость. В зависимости от системы имплантов, от региона, от клиники, конечно же, стоимость установки импланта под ключ, то есть, чтобы во рту у вас уже появился новый зуб целиком, варьирует приблизительно от 40 до 80, даже 100 тысяч рублей. При этом мы не берём в расчёт действительно недешёвые клиники. Речь о более или менее среднем ценовом сегменте. Если же кости недостаточно, то и понадобится подсадка, то это ещё больше увеличивает стоимость процедуры, потому что материалы, требуемые для синус-лифтинга и других методов увеличения объёма кости, достаточно дороги. Проблема номер четыре – срок службы. К сожалению, далеко не всегда можно рассчитывать на то, что имплант прослужит всю жизнь. И этому есть две причины. С самим имплантатом ничего не случится, потому что он представляет из себя титановый шуруп, с которым ничего не произойдёт и через 10, и через 100, и через 1000 лет. Проблема в основном с самой костью, в которой этот имплантат находится. Во-первых, она не предназначена для непосредственной нагрузки и может со временем немного терять плотность. Во-вторых, в месте соединения имплантата и переходника, аббатмента, может возникать инфицирование, которое в долгосрочной перспективе приходит к резорпции костной ткани, то есть к уменьшению её объёмов, все эти вещи могут привести к тому, что имплант постепенно начнёт терять стабильность, то есть становится подвижным. И в итоге его понадобится заменить на другой. Хорошая новость в том, что импланты в среднем стоят достаточно долго, то есть лет 15. Но, во-первых, нужно, чтобы правильно был установлен имплант и коронка на него, а во-вторых, всё очень сильно зависит от пациента, от его уровня гигиены, анатомии, объёма костной ткани, и, конечно же, общего здоровья и сопутствующих заболеваний. Всё это может очень-очень сильно влиять на срок службы. Ограниченный срок службы – главная причина, по которой мы хотим поставить импланты нашим пациентам, как в можно более взрослом возрасте. Естественно, если имеется вменяемая альтернатива. То есть если зуб уже потерян, то ничего не поделаешь, нужно ставить имплант. А если зуб ещё на месте, его можно попробовать перелечить, пусть он прослужит не так много, как имплант. В большинстве случаев есть смысл это сделать. Точно так же, эта же причина, главная, почему удалить все зубы и поставить на их место импланты, в большинстве случаев, плохая идея. За тем исключением, когда это единственное возможное, адекватное и прогнозируемое лечение. Но при всех сложностях импланты – это наиболее адекватный способ восполнения отсутствующего зуба на текущий момент. Единственная хорошая альтернатива ему – это мастовидные протезы. Это и то хорошая, она далеко не во всех случаях. Обычно мастовидные протезы можно рекомендовать, если сильно разрушены два зуба по соседству от потерянного, то есть мы так и так хотели бы на них поставить коронки. Либо если установка импланта по тем или иным причинам невозможна, либо крайне сложна. Чаще всего это связано с каким-то серьёзными сопутствующими заболеваниями. По стоимости мастовидные протезы обычно не слишком сильно дешевле, чем имплантат, потому что это по факту три коронки. Что касается сопряжения имплантатов и ортодонтии. На сегодняшний день распространено мнение, что имплантаты обязательно нужно ставить после ортодонтического лечения, прям после завершения. Мы отошли от этой концепции. Нередко имплантаты нужно ставить до брекетов, естественно, если проведена хорошая полноценная ортодонтическая диагностика. А в остальных случаях имплантаты ставятся в процессе ортодонтического лечения. То есть где-то за полгода, за три месяца до завершения ортодонтии и снятия брекетов, для того, чтобы за это время имплантат успел прижиться, интегрироваться. И после снятия брекетов мы смогли, не откладывая, поставить на него коронки в течение нескольких недель и полностью закончить ортодонтию. Если же такой вариант невозможен по каким-либо причинам, ну не успеваем поставить имплантат или с финансами вопросы, то нам нужно оставить частичную ортодонтическую систему. То есть это брекеты на нескольких зубах по соседству от потерянного и дуга между ними. Все это усиливается жидкостекущим композитом. И эта конструкция может определенное время сохранять зубы на своих местах, не давать им двигаться в сторону удаленного зуба и, соответственно, удерживать место. Эта конструкция не предназначена для хождения с ней в течение 5 или 10 лет. Она рассчитана на полгода-год. В течение этого времени зубы не изменят своего положения после ортодонтического лечения. Итак, в большинстве случаев имплантат ставится за 3 месяца до снятия брекетов. Но бывают и так, когда они нам нужны непосредственно перед установкой. Чаще всего это происходит по двум причинам. Первое. Либо у нас очень мало остается зубов, и нам просто не хватает опоры, чтобы корректно двигать зубы и провести ортодонтию более-менее во вменяемые сроки и с прогнозируемым результатом. Либо во втором случае импланты используются как неподвижная опора. Например, они ставятся, приживаются, и после этого ставятся брекеты, и опираясь на них выравниваются зубы. Распространено мнение, что имплантаты нельзя нагружать брекетами, что это приводит к каким-то проблемам и так далее. Это мнение опровергнуто достаточно большим количеством современных исследований. Так что в нашей команде никто не боится вставить импланты перед ортодонтией, нагружать их, и ничего с ними не происходит, срок службы не уменьшается, никаких серьезных поблочных эффектов не возникает. И все же бывают ситуации, когда несвоевременно установленный имплант может навредить или даже сделать невозможным полноценное качественное ортодонтическое лечение. Чаще всего такие ситуации возникают, когда имплант, грубо говоря, стоит не на своем месте. То есть ситуация, зубы, например, сдвинулись куда-то в процессе смены молочных зубов или по другим причинам. Далее во взрослом возрасте один из зубов был потерян и заменен на имплантат, и после этого пациент решается на ортодонтию. И все, мы, собственно говоря, не сможем вернуть зубы в то положение, в которое они должны находиться и устранить связанные с этим проблемы, потому что нам мешает неподвижный имплант. В этом ситуации единственным выходом будет удаление имплантата и установка его уже после ортодонтии, либо во время нее, что, естественно, далеко неприятно. Поэтому, если вы планируете сочетать имплантацию и ортодонтическое лечение, даже если вначале планируется поставить импланты, например, потому что много зубов потеряно, обязательно вначале нужна качественная ортодонтическая диагностика, в процессе которой ортодонт должен понять, все ли зубы находятся на своих местах и дать хирургу рекомендации по установке имплантатов, то есть сказать, ставить их в те позиции, которые он видит, либо надо куда-то отклоняться по тем или иным причинам. Без этого имплантация перед ортодонтией реально может навредить. Именно поэтому, если вы ставите брекеты в одной клинике, а импланты в другой, то есть комбинируйте все лечение, подобные взаимодействия, то есть импланты перед брекетами, это зачастую не очень хорошая идея, потому что кооперация между врачами, она серьезно затруднена. Ну и переходим к самому интересному. 7 советов по поводу имплантации от ортодонта внезапно. Итак, совет номер один. Вытекает из того, о чем уже говорили. Сохраняйте максимально свои зубы. Чем позже поставите имплант, тем лучше. То есть если есть возможность полечить зуб и сохранить его еще на 5-7 лет, это всегда имеет смысл. Совет номер два. Это поставить имплант после потери зуба в разумно короткие сроки. То есть не откладывать этот вопрос на несколько лет, а в течение года разобраться с потерянным зубом и поставить имплант и коронку на его место. Все также связано с теми проблемами, которые были озвучены выше, а именно вот под убылью костной ткани в месте потери зуба и движение зубов в сторону потери. Совет номер три. В некоторых случаях имеет смысл отказаться от имплантации и сместить седьмой зуб, допустим, на место шестого, а восьмерку на место семерки. У этого метода довольно много ограничений. Далеко не всегда он имеет смысл. Кроме того, технически он достаточно сложен для ортодонта. Об этом мы сняли отдельное видео. Можете посмотреть, если интересно. Но этот вариант имеет право на жизнь. Имплантация и все связанные с ней манипуляции технически сложны. Поэтому очень важно выбрать квалифицированного хирурга, который правильно поставит вам импланты. И это избавит вас от всяких неприятностей, осложнений и всего прочего. Кроме того, важно подобрать хорошего ортопеда, который поставит на правильно установленные имплантаты хорошие коронки нужной формы, размера и материала. Это гарантирует максимальное время выживаемости имплантата. Что касается систем имплантации, то здесь я рекомендую довериться вашему лечащему врачу, потому что каждый, во-первых, имеет свои предпочтения. Те системы, на которых связки хирурга-ортопед максимально удобно работать и, соответственно, максимально хорошие результаты получаются. И, во-вторых, для каждой клинической ситуации могут быть различные системы имплантатов более актуальны. Совет номер пять. Не бойтесь ставить имплантаты перед брекетами, но только при условии, если вы делаете все процедуры в одной команде врачей, которые тесно друг с другом взаимодействуют. Это раз. И два. Обязательно должен быть составлен полноценный, грамотный ортодонтический план лечения, чтобы хирург мог учесть все планируемые движения зубов и импланты не заблокировали их. Совет номер шесть. Общепринято следить за здоровьем зубов. Я надеюсь, вы неукоснительно этому следуете правилам. Но также очень важно следить за здоровьем кости. Например, если зубы разрушены и там хроническое воспаление, остались, например, от них только корни, это все в течение времени постепенно спровоцирует дефицит костной ткани, ее становится все меньше и меньше. И, соответственно, после удаления останется очень маленький объем кости и сложно будет и дорого увеличивать его для того, чтобы можно было поставить имплант. Поэтому, если есть какие-то разрушенные зубы, не ходите с ними годами, пожалуйста. И последний совет номер семь. Удаление следует проводить у того же хирурга, у которого вы будете ставить имплантат. Это гарантирует максимально бережное отношение кости, как в пункте шесть, потому что удалить зуб можно сильно по-разному. И в нашем случае имеет большой смысл оставить как можно больше костной ткани, чтобы имплант максимально хорошо в ней стоял. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. Мы расскажем вам о том, о чем не успел рассказать ваш врач. Всего доброго.